Друзья, снова здравствуйте! Мы в Икеа Нижний Новгород, в отделе ванной. По вашей просьбе снимаем все полотенца, которые есть. Расскажем, покажем, сравним. Сравним текстуру. Дима ржет на заднем плане. Дима ржущий смайлик. В общем, давайте смотреть полотенце. Придется побегать. Часть там, часть здесь. Давай сначала по стене. Флодорен, во-первых, обещала вам сказать, где что производится. Флодорен, Турция. 249 ценник. Вот, кстати, Дима, так удобней. 30 на 50, 249. Этих пока нет. 70 на 140 и 100 на 50. Латинчика плотная, двухсторонняя. Показала себя хорошо. Берут часто. Стираем, сушим. Все как обычно. 100% хлопок. Плотность, 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 заразы. Не указали. Ребят, плотность на сайте. Хотела вам по плотности ниток сравнить, но никак. Комфортное. Вообще, кстати, имейте ввиду, и киевские полотенца немножко капризные, так как все-таки туда всегда стопроцентные хлопки, хлопки плотные. Жестковатые становятся после стирки. Поэтому вот я обратила внимание, сейчас стираю Биомио. Надеюсь, не будет рекламой. Без кондиционеров, в учет даже жесткости нашей воды в Саранске, более-менее стало лучше. Да, тем, потому что когда стирка была, там Ариэлем, Тайдом, полотенца вообще вот колом стояли после стирки. Выберешь, они прям... На крахмаленые. Как на крахмаленые, да. Так, дальше. Сальвикен. Вот они. Интересное полотенце. С одной стороны махруша, с другой стороны вафельное. Кто такие любит, я не люблю, честно. Значит, 179 рублей, 349 и 599. Как обычно, цена зависит от размера. Они еще будут в сером цвете. Производит у нас их... Та-дам! Производит... Бангладеш. Бангладеш дешевле Турции? Да. Так, новое полотенце Фоскон. Как себя ведут, не знаю. Одна сторона в полоску. Смущает меня вот этот темно-синий-красный яркие оттенки. Не выленили ли бы они при стирке? А, кстати, вот, плотность-то указана. 500 миллиграмм на квадратный метр. У этих не указано. И у тех тоже не указано. Размеров пока два. 50 на 100 и 70 на 140. Цены. Дима, показал? Угу. Мне кажется, дороговато. 400 рублей за такое полотенце. Ну, это новинка, опять же. Ну да, опять же, новинка. И Китай. Китай рулит. А, кстати, смотрите, фишка. Большое. Нет, они все в полоску. Я думала, оно как односторонка изнутри. Нет, то есть, окрас симметричный. Что так, что так. Следующее полотенце. Викфьорд. Викфьорд мне нравится. Показал себя офигенно, ребят. На него сейчас, кстати, акция цена ниже. Маленький Викфьорд стоит 149. Средний 299, это 50 на 100. И большой 70 на 140 стоит сейчас 500 вместо 600. Есть коврики из этой же линейки. То есть, можно скомпоновать в ванной прямо вот одну стилистику. Кто клиентки брали? У меня, честно, Гарен. Гарен и Вакшоны дома. Пока никак не дойдут руки до смены. Хотя, хотелось бы. Турция. Тюрч. Следующее полотенце. Кинэн. 500 миллиграмм плотность. Смотрите, симметрично, да? Сейчас я его найду. Вот одна сторона. Дим, покажи, пожалуйста. На белом, таком, бело-черном фоне, да? Полосы. И наоборот, на черном фоне белые полосы. Размеры у нас пока такие, как у Факсона. И цены, кстати, нет, это чуть подешевле. Ну, где? Где? Китай, Банглодаш, Турция? Турция. Китай. Не угадал. Не угадал. Флодорен в бежевом цвете. Лежит одинокий. За 249 рублей больших нет. Либо он где-то дальше, либо просто на нему места не нашлось. Отшон. На Факсон очень похож. Хотя, вот, отшон односторонка. 599 стоит 70 на 140. И 50 на 100 стоит 349. Плотность, кстати, всего 390 миллиграмм. Это не сильно плотные полотенца. Китай. Следующее полотенце Бладьен. Бладьен. Они сейчас по фэмили. Сделано в России. В Иваново, скорее всего, в Иваново. Такая вот расцветочка. 149 рублей стоят малыши. Кстати, они... Сейчас покажу по цвету. 149 стоит малыш. 50 на 100 стоит 300 рублей сейчас. И большое стоит 550 вместо 700. Смотри. Серое, бежевое, темно-серое. Переворачиваем. Махалай, махалай. На белом фоне тот же рисунок. Петельки у всех полотенец есть. Химлеон. Почти как хамелеон, да? 30 на 50. А вот такая есть? Ну, наверное. Химелеон. 200 рублей. 400 и 700. А химлеону у нас изготовили в Индии. Одна сторона. Вторая. Плотность 500 миллиграмм. Я не знаю, может быть, нам на каждой еще вот так показывать? Да, было бы тоже хорошо. А тебе давай тогда покажем предыдущим. Бедно было. Бедно было? Такая вот петелька. Но вообще, я бы сказала так. У Икея полотенца достойные. Выбрать можно, начиная... Но самые популярные. Вот. Бладиен. Герен. И бакшон. Вот у нас заказывают в городе в основном три линейки. Флакан с набивочкой. Одна сторона вот такая набитая. Другая сторона чисто гладкая. Маленькая 200, средняя 400, большой 700. Сделано в России. Плотность 420 миллиграмм. Но здесь цена именно за счет рисунка складывается, за счет рельефа, да. Сальцвикин мы вам показывали в белом цвете. Пожалуйста, точно такой же серый. Вафелька. Фладрен серого цвета. Ребята, уже по производителю уже сказала. Торет смысла нет. Объемно, конечно, смотрится, да, вот за счет вот этого выплетения. Двойновый. 850 большой аж стоит. Ну, ну, стоят того эти полотенца. Викфьорд. Вот пока вот кто хочет поменять и ищет такой средний бюджет, хорошее качество, вот обратите внимание на Викфьорд. Очень достойно полотенце эксплуатируется и выглядит. Блодиен в других цветах. Темненькая сторонка. Султанский дворец, да? Нет. Султаны с ума сошли бы. Они бы в русскую поливать с улицей. И обратная сторона. У нас присыхает. Фладрен. Фладрен. Такой грязновато-сиреневый, не совсем чистый цвет. Серо-фиолетовый. Холодный. Холодный, да. Вот здесь вот он понежнее фиолета в Блодиене. Сандвилан. Есть, кстати, к Сандвилану даже коврик. Не написано плотность. Жаккардовое плетение. Декоративный орнамент. Виден с обеих сторон. Видите? Интересно. Это жаккард. Да. На другой стороне в однотоне необъемный, но тоже рисунок присутствует. Так, ищем, ищем, ищем. Это как негатив и позитив. Ну да. Вот, смотри. Ну да. Вот одна сторона полностью гладкая в синем цвете. Переворачиваю. И вот лицевая сторона. То есть вот эти. Все видно. В Индии сделано. Молодцы. 50 на 100 – 500 рублей. 70 на 140 – 800 рублей. Хамелеон-хамелеан в синем цвете. Да, похоже, еще не пришел до конца. Поэтому не нашли ему места на выставке. Флодорен синий. Такой благородный синий же. Вполне можно, кстати, это полотенце даже как коврик под ноги в ванной использовать, да? Ну подожди, что-то же похоже есть. Нет, коврика для ванной. Есть, но там только полоска более… не такая частая. Пупырка, дорогой. Ой, сори, что-то… А, вот хамелеан синий. Это от братьев индейцев. Индус. Дальше у нас Викфьорд во всех цветах, которые только можно. Зелень. Ну, я покажу один. Голубой. Ну, прямо вот по цветам. Но структуру мы уже показывали. Такой кирпично-красный. То есть популярный у нас цвет, саранский почему-то. Такой грязновато-розовый. И хамелеан еще есть в таком бордово-красном. Видите, переход какой? От темного в более светлый. Ну да, попали. Остаточки полотенец Бельшон. Они выходят из ассортимента. Кто хотел, покупайте, то скоро не будет. Китай. Учитывается, кстати, все вот такое лысоватое. Большое 70 на 140 стоит 500 рублей. Маленькое стоит 299 рублей 50 на 100. Плетение плотность 390 грамм на метр квадратный. Так, это мы по стенам смотрели. Теперь пойдемте смотреть более бюджетное полотенце. Я думаю, все помнят полотенце Герон, которое Икея продавала на самом деле очень много лет. Они были цветные. Часто задают вопрос, почему цветные вышли из ассортимента. Ребята, они линяют, на них плохо отстирываются пятна, поэтому оставили серые и белые. Значит, Героны у нас производятся в Бангладеше. Самые бюджетные полотенчики. Набор из двух штучек. Стоит, друзья мои, из маленьких 30 на 50 100 рублей. То есть полотенчик стоит 50 рублей вместо 200 рублей, 150. По плотности. Вот где есть. Нету. Но и сохнут хорошо. Мне нравятся. Мы ими пользуемся уже давно. А вакшоны. Сейчас я вам их соберу по цветам. Так, это Герон, кстати, белый. Вот он не такой кипино-белый. Ну, хотя нет, в холодный белый. И все равно, вот они же такие, да, одни из самых наковатых полотенец. Лысости немножко заметны. Вакшон. Серый. Зеленый. Белый. Синий. И фиолетовый. Вакшона сейчас пока нет в продаже желтого, розового и кораллово-красного. Фиолет. Белешек. Зеленый, серо-синий. Про синий часто говорят, фу, какой некрасивый цвет. Я думала, он гораздо красивее. Да, он такой. Вакшоны с Геронами одинаковые по плотности. Чуть-чуть имеет такую лысинку. Здесь у нас полоска. Выставочник. Нет? А, сейчас мы пойдем, мы выставочник покажем. Цвета мы показали, да? Угу. Вот выставочник. Вот вакшон как выглядит. Половина в полоску. На обратной стороне нет полоски. Вторая половинка просто. Видите, да, петельки? Ну, как бы, все равно не сильно плотные полотенца, но для повседневки на кухню берут часто. То есть для кухни прям вот очень востребованные полотенца. 129 рублей, набор из двух штук. Вакшон на самом деле очень много размеров. Мы смотрели 30 на 50. Потом идет... Вот здесь мы сейчас стоим 70 на 140. Есть 50 на 100. Да, 50 на 100, 70 на 140. И подожди. А, и 100 на 150. То есть от маленьких полотенец, ребят, до банных простыней. Пойдемте, покажу коралл. Коралл, кстати, мне нравится. Красиво смотрится. Более объемно, да, этим в цветном, чем, допустим, серый либо синий. Фактуру покажешь? Угу. Не забывайте, я жду ваших комментариев. Мы ждем вместе с Димой, что вы скажете, как вы, какими пользуетесь. И вакшон ограниченный, красный такой, ну, видно красный, к Новому году выпущенный. Разница... Нет, по деньгам все то же самое, но практически их уже не осталось. Заявили как новинку, разобрали их быстро. И вакшоны есть еще... Сейчас принесу. На, пойдем сюда, они здесь есть на выставке. Маленьких просто нет, но есть большие. Есть 50 на 100. Вот такой грязно-желтый. Не нравится мне цвет, но хотя клиенты часто берут какой-то... Не мой. И вот такой грязно-розовый. По ценнику вакшон, Герен и вакшон, самые бюджетные полотенца в Икее. Размер 50 на 100 стоит 229 рублей. Размер 70 на 140 стоит 400 рублей. И размер 100 на 150 стоит 600 рублей. У Геренов ценник даже еще бюджетней. Пойдем и Герены поищем. Герен банная простыня 100 на 150 стоит 500 рублей. Поэтому, если, например, часто берут Герены в гостиницах, в хостелах, хорошо стираются, хорошо отстирываются пятна, адекватный ценник. Еще в разделе полотенчиков у нас есть вот такие любимые всеми салфетки полотенца Крама. Подорожали. Полы сели с годами. Производить их стали в Бангладеше. До этого, помню, были и турецкие. Но хорошо эксплуатируются, неплохо себя ведут. Берут везде и на кухню, и куда только не берут. Так, кстати, смотрите, вот банные простыни там не представлены. Вот то, что мы с вами смотрели, да? Хамелеон, тысячу рублей стоит банная простынь. И еще вот такие детские полотенца. Урсок. Часто по ним вопрос, какая обратная сторона. Значит, здесь вот такой лев. Полотенце стоит 600 рублей. Размер 70 на 140. Нет, ни больше, ни меньше. Это подростковая линейка была ограниченной. Ну, оставили в продажу. И обратная сторона вот такой вот лев. То есть зеркальное отражение. У розового то же самое. Одна сторона на бледно-розовом фоне ярко-розовый лев. И на ярко-розовом фоне бледно-розовый лев. Стоит 600 рублей. Красивое подростковое полотенце. Лев на розовом. Ну, для девочек. Ну, принцессу подрисовали. Принцессу тебе. 70 на 140 грн. Стоит 300 рублей. Дешевле полотенец нет. Ну, не считая, конечно, самого дешевого с 99 рублей. Нерсон. В единственном размере. Здесь рисунок вот такой, да. Точечка. Немножко непонятно. Квадратики. Ну, здесь очень тонкое плетение. 300 мг на квадратный метр. В Бангладеше делают. Петелька есть. Что стали с ними делать? Особенно хостелы. Полотенце 99 рублей. Берется, режется пополам. Получается по 45 рублей полотенце зеленится. Вот так. Я понимаю, но там надо прошить. Ну, здесь обрезают, разрезают, подгибают, все. Это стоит, заморочиваются. Ну, хотя на самом деле, нет, понимаешь, их почему берут? Они дешевле, чем, например, Герон, да, дешевле, чем Вакшон. Но к ним пару уже не подберешь. Герон на фоне них смотрится уже более плотным. Их пару никак не составляет. Прям видно, да? А в это полотенце можно и голову завернуть, можно и после душа прикрыться. Ну да, прям свежих, все закрыло. Не найдешь. Все, что хотел, сказал, да? Дим, дополнишь? Мне нечего сказать. У Димы выражение лица, как у любого мужчины, которого в полотенце привели. Дорогой, какие взять? Ну, что я могу сказать по этому полотенцу? Мне только понравился лев. Ну, полотенце, я бы его взял. Себе? Да. Тебе льва купить? Ну, почему бы нет. Ну, давай, купим тебе льва. Друзья, как вообще у вас эксплуатируется? Просто на самом деле мы, получается, сами, да, пользуемся ограниченной линейкой. Героны у нас еще даже есть оранжевый, синий, желтый, много-много им лет. Но не выходят они из строя. Как-то, ну, не знаю, я равнодушна, что ли, к таким вещам. Ванна вся белая, полотенца белые куплены, стираются на 60 градусов. Все замечательно. Единственное, что вот о чем сказала, что сменила порошок на более экологичный, в котором нет фосфатов, сульфатов, всякого дерьма химического. Неплохо он ацетирует, и белье более такое мягкое. В общем, жду ваших отзывов. Как что у вас, делитесь комментариями. У нас все. И большое вам спасибо за ваши комментарии. Вы как бы наш двигатель. Подталкиватель, подталкиватель. Когда видишь хорошие комментарии, и, не знаю, творить охота. Хочется, да. Потому что, например, вот мы приехали, да, нужно сейчас, ну, как бы, занялись заказами. Я просто, понимаешь, перебью. Некоторые думают, что мы тут просто приехали, сняли, уехали. И Икея у нас где-то под забором, да, под нашим. А нам и ехать еще за 300 километров. Заниматься собственной работой. Нам нужно сейчас будет погрузить. Мы сейчас закончим съемки. Я пойду принимать все заказы, которые нам собрали. Пробегусь по магазину, соберу до заказа срочно, как обычно, да. Когда девчонки звонят, ну, пожалуйста, у нас там день рождения у ребенка, завтра. Ну, как откажешь? На наличие товар нужно собрать. Забрать все заказы, сверить, спустить. Мы делаем это все сами. Рассортировать, погрузить. Диме выдохнуть и рулить. Вот. И ваши комментарии дают нам там второе двигание. Потому что порой хочется приехать и просто вот, ну. Да нет, да не просто, а забить, положить камеру подальше. Побыстрее бы. Загрузиться и уехать. Потому что, на самом деле, другие службы доставки, другие посредники, они приезжают, например, к десяти, и в час они уже уезжают. Мы приезжаем сейчас к двенадцати. Я уже рассказывала, потому что мы сейчас младшую отводим в садик сами, нет возможности бабушкам. Мы приезжаем, получается, к двенадцати. Да, к семи мы ее отводим, к открытию сада. Двенадцати мы здесь. Уезжаем мы, ребят, с последними петухами. Когда в час, когда в два ночи. Порой бывает, что мы понимаем, что уже все никакие мы. Дима включает автономку, дремлем в машине, и там мы в пять-шесть утра выезжаем. Едем, короче, потом разгружаемся. Дима уезжает на доставки. Я разбираю заказы, выдаю. И вот такая круговерта у нас. Почему вообще говорили? Ребята, реально спасибо. Потому что ваши комментарии, ваша обратная связь, как Дима сказал, и второе дыхание дает, и понимание, зачем мы это делаем. Что мы не просто так сотрясаем воздух. Потому что до сих пор, помню, когда мы запускали канал, это было, получается, уже два года и два месяца назад. Другие службы доставки, которые закупаются в нижнем, и сами сотрудники над нами ржали все. Что нам нечего делать, что мы ку-ку-ку-ку. Не буду говорить матом, но, в общем, вот так. Все, всех люблю. Мы пошли дальше снимать.